всем привет с вами дети в данном видео я поделюсь своим мнением своими представлениями о том как поддерживать соревновательную или около соревновательную форму на постоянной основе то есть оставаться в межсезонье при низком проценте жира в общем то не разжираться поддерживать текущую форму в общем чтобы она была нормальной достойной и не бояться за то что ваши кубики куда-то слетят постоянно так вот могу сказать что у меня свое мнение на этот счет потому что я этим занимаюсь ну вот как минимум стараюсь не набирать лишнего жира как вы видите на мне сейчас лишнего жира в принципе немного и момент в том что как раз это будет видео посвящено тем людям которые не имеют такой способности от природы то есть как я например я весил 148 когда-то за 120 весил в течение там ну в период с 20 лет до 22 лет я не весил менее 120 килограмм как минимум то есть я всегда весил много и для меня естественно большую сложность составляла иметь низкий процент жира на постоянной основе от природы у меня нет способности там утилизировать большое количество жиров в рационе окислять их ну как у эктоморфов например нет быстрого обмена веществ углеводы во мне не сгорают например мы видели в ролике бориса цацулина человека который ну в общем то его знакомый спортсмен который потребляет до 600 грамм углеводов при этом он мэнс физика он на постоянной основе даже в межсезонье имеет кубики и вполне такую спортивную форму то есть они никуда абсолютно не исчезают при том что он ест на постоянной основе огромную калорийность там за 4000 калорий ну и соответственно таких людей единицы вот с таким быстрым обменом веществ раньше таких было гораздо больше и могу сказать что вот если вы таковым не являетесь то естественно для вас поддержание формы на постоянной основе будет даваться с большим трудом но я бы сказал что наш организм регулируется вот каким выводом я пришел прежде всего могу сказать для себя вот сейчас на постоянной основе мой вес где-то в районе сотки 101 102-99 килограмм и вот этот новый абсолютно для меня процент жира на каждом проценте жира фактически фиксировался я снимал уже видео на эту тему как скинуть много килограмм где описывал пошагово самый главный принцип того что я делал скидывая со 148 килограмм то есть я фиксировался на каждой ступеньке грубо говоря скидывая каждый там 10 килограмм я где-то на полтора месяца останавливался и поддерживал текущий вес не набирал и не скидывал больше то есть стоял на текущем весе чтобы организм к нему привык в каком плане привыкает организм прежде всего на мой взгляд это пищевое поведение то есть ваш организм ваш желудок требует определенного заполнения ежедневного то есть постоянное потребление каких-то определенных продуктов каким он постоянно будет в общем-то привыкать адаптироваться то есть если он на данный момент привык есть 400 грамм углеводов и не хочет от этого отказываться то пройдут месяцы прежде чем он перестроиться на потребление 300 грамм углеводов как нормальные для себя калорийности то есть в случае когда вы подводитесь к соревнованиям либо сушитесь чтобы просто к лету выглядеть хорошо потом снова разъедаетесь не происходит этой адаптации то есть вы идете в один конец к соревнованиям допустим вы едите стандартно нами межсезонье там 400 грамм углеводов сокращаете 300 200 150 уже довольно сухая форма то может быть кто-то до 100 грамм углеводов уронит и в общем то вы делаете эту форму но организм вот за эти три месяца не мог перестроиться с 400 грамм углеводов на какие-нибудь 100 грамм углеводов естественно вы не сможете после соревнований точно также питаться 100 граммами углеводов этой фиксации не произошло так вот что я понял что нужно каждой ступеньки сохранять свой результат и два года назад для меня эта ступенька была 116 килограмм ну даже не два где-то два с половиной года назад может быть примерно так то есть 116 килограмм и вот этот вес у меня сохранялся длительное время мой желудок уже полностью привык к потреблению такого количества питательных веществ и к такому образу жизни к такой подвижности при которой у меня сохраняясь 116 килограмм я вам покажу примерную фотографию как это выглядело не очень хорошо но это гораздо лучше сравнение с тем когда я весил 148 килограмм это тоже было на первый взгляд ну моему организму некомфортно но с точки зрения адаптации это прошло в общем-то легко там примерно 2-3 месяца стоило в таком весе походить потом я скинул до 106 и сохраняя вес 106 уже опять же примерно такое же длительное время полтора месяца может быть или два я привык к этому весу то есть 106 килограмм на постоянной основе и больше я жира не набирал на себя то есть вот примерно так я выглядел при весе 106 килограмм тоже опять же была планка сохранения там естественно требовалось совершенно другая калорийность я не могу сказать точно вот как какое количество калорий какое количество углеводов на тот момент я потреблял но естественно под 116 килограмм не требовалось больше углеводов на 106 108 килограмм не требовалась другая калорийности сейчас она совершенно другая но могу сказать что вот в целом по калориям моя текущая калорийность не сильно отличается от 116 килограммового вот мои 116 килограммовой версии почему потому что подвижность совершенно другая и скорость обмена веществ тоже то есть я вышел на другой уровень по скорости обмена веществ за счет того что происходило вот эта адаптация то есть соответственно я сжигаю больше калорий на постоянной основе и мои клетки из ну скорее всего они более чувствительны к углеводам глюкозе то есть элементарно у нас инсулинорезистентность возникает по той причине что мы пожираем большое количество сладкого например то есть когда мы разъедаемся очень сильно естественно я себя в эту стадию загнал постепенно когда я уже избавился от этого большого количества избытка углеводов и перестроился на другой режим питания моя скорость обмена веществ она снова увеличилась и соответственно сейчас моя калорийность может быть примерно такой же единственное исключение составляет то что сейчас идет строгий в общем-то учет углеводом я чаще всего потребляю их на свое усмотрение но вот белки я четко фиксирую теперь то есть стараюсь доводить примерно до 2 грамм полтора грамма это минимум для меня на килограмм веса тела потому что опять же относительно сухая форма когда мы кормим человека который весит там 120 килограмм при 30 процентах жира на 2 грамма белка на его вес это некорректно потому что нужно кормить его сухую массу без жира нужно сначала вычесть жира потом уже умножать эту массу и высчитывать норму по белку в сутки по жирам здесь могу сказать стандартное значение до 1 грамма ну то есть 0 8-1 грамм на килограмм веса тела примерно вот такое у меня потребление по жирам идет следующий момент который стоит учесть опять же вот предыдущая форма моя вот перед этой формы которая сейчас имеется там 100 101 килограмм до этого она была 106 примерно вот после последних соревнований еще буквально четыре месяца назад вот в этой форме я тоже жил и с того момента начал этот эксперимент сказал что буду поддерживать постоянную форму не буду набирать не буду разжираться и чтобы мне там если я захочу выступить особо долго не сушиться в общем то буду стараться качественно прибавлять мышечную массу там без разницы пусть это будет по 200 грамм по 300 грамм за полгода но в любом случае я буду сохранять хороший внешний вид и соответственно хотел сократить процент жиры еще сильнее добавил для этого периодическое голодание и периодическое голодание снова сработало вес плавно понизился на 3 килограмма как я вам показывал и сейчас он снизился где-то еще на один полтора килограмма так вот дело заключается в том что это постепенное адаптация организма сейчас я не придерживаюсь периодического голодания но опять же я потребляю углеводы теперь вот в период 8 часов примерно начинаю потреблять там 6 часов вечера и примерно в 12 заканчиваю даже где-то 6 часов у меня выделяется для приема углеводов в оставшееся время я потребляю в основном только белок то есть чаще всего это просто протеин вот в эти периоды например утренний и там ближе ко сну тоже я пью только протеин а ем я примерно 6 часов 6 до 12 вот примерно такой у меня распорядок дня на данный момент и что я еще заметил что чтобы у меня были кубы все-таки вот раньше я кардио совершенно не делал никогда на постоянной основе то есть только когда подводился там к соревнованиям только когда готовился выбирал период в три месяца и вот тогда я подключал кардио сейчас я понял что кардио имеет для меня необходимость точки зрения выведений лишней воды и у меня всегда на на прессе будет скапливаться мой организм всегда испытывает особые сложности с выведением воды это моя особенность то есть я отдаю себе отчет в этом я это понимаю синяки которые возникают у меня под глазами они не случайны то есть мой организм с особым трудом расстается с водой естественными методами скажем так мне необходимо потеть для того чтобы водить лишнюю воду из своего организма то есть соответственно я сделал вывод что мне необходимо либо с утра делать примерно 40 минут кардио либо перед сном 40 минут кардио опять же то есть это примерно вот опять же для поддержания нормальной формы чтобы кубики всегда были видны отчетливо и могу показать вот примерную форму три дня когда я делал кардио как она изменилась в общем то при этом я сразу повысил количество кардио просто чтобы показать как я выгляжу на данный момент без воды это видео было сделано примерно 4 дня назад то есть вот такая у меня была форма после того как три дня я делал кардио по полтора часа в день то есть дополнительно и ну могу сказать что вот это слишком потому что теряю слишком много воды слишком слился но для того чтобы поддерживать промежуточную какую-то форму приближенную к этой мне нужно минимизировать кардио там в районе 40 минут каждый день его делать в день тренировки можно не делать потому что самой тренировки я тоже потею вот единственная проблема в том что у меня с водно-солевым обменом какие-то сложности может быть почки может быть печень уже загажены нужно эти все функции на самом деле проверить и понять чем причина потому что по натрию я естественно не перебарщиваю то есть за этим за всем слежу надо проверить и понять уже детально в чем может быть проблема но могу сказать что вот если делаю кардио если потею то все прекрасно там синяков не образуется под глазами я не просыпаюсь отечном а вот как раз при постоянных тренировках до при каждодневных этой проблемы не существовало а вот когда тренировки через день я понимаю что за сутки когда я отдыхаю вам не скапливается большое количество воды поэтому я так понял что мой организм с водой ну с особой сложностью расстается естественными условиями на тренировке это очень легко я очень хорошо потею спотом могу вывести себя огромное количество воды за сутки но я пробовал проверял в свитере тренировался когда нужно было делать к соревнованиям очень много воды скидывал то есть каждый день мог по два килограмма жидкости себя отдавать по два литра опять же чтобы был пресс я так понимаю что мне все таки нужно его качать просто раньше все прокатывала и без тренировок пресса к соревнованиям сушился не качая пресс вообще и пресс был полные кубы все катки и только было возможно так и так организм выжигал жир на животе и проблем никаких нет на данный момент испытываю такую сложность ноги максимально сухие ноги от верхней половины тела у меня вообще не зависят то есть они могут расти отдельно они могут сохнуть отдельно с ними может происходить что-то непонятно как вы видите пришел к выводу что пресс все-таки мне надо качать для того чтобы как минимум кубы были в тонусе то есть я раньше думал что середину тела вообще в принципе не обязательно тренировать для того чтобы ну фигура была в образной формы могу сказать что нужно и для моей генетики это никак не влияет на расширение там косые мышцы не растут талию не распирает в любом случае поэтому тренировать и только все становится лучше от этого то есть только сильнее торчат кубы но при этом какого-то визуального объема это не добавляет наоборот и сужает потому что становится лучше глубина на животе и соответственно сделал вывод что чтобы прогрессировать вот таких условиях мне нужно не отпускать свой вес дальше чем на 3 килограмма вверх то есть максимум что я захочу допустим я захочу поднабрать гораздо лучше там планирую растить силовые добавить калорийность но я ее поднимаю совершенно чуть-чуть за счет углеводов и примерно сохраняю на таком уровне чтобы мой вес там не прибавился до 103 104 килограмм дошел до 103 до 104 я просто начинаю это скидывать заново то есть заново урезаю количество углеводов по чуть-чуть так чтобы силовые опять же не посыпались очень плавно движусь к весу 100 килограмм и все вот примерно такой путь колебаний и я его выбираю почему нет потому что когда у вас избыток жира вы естественно можете лишние калории для роста ваших мышц брать из этого жира ну когда у вас недостаток жира например вот с текущей формы которая была на видео я не могу уже дополнительно брать жир для того чтобы растить мышцы это просто невозможно в таком случае мне в пищу надо потреблять дополнительное количество калорий чтобы мышцы могли прогрессировать по-другому этого сделать просто не дано то есть по крайней мере я уже испытываю сложности со снижением процента жира то есть когда жир снижается в моем теле как минимум страдают суставы связки сухожилия и все прочее это на себе чувствую но психологический комфорт вот по такому питанию могу сказать что он уже наступил он наступил не за счет того что у меня там очень жесткая строгая диета просто элементарно из-за того что я долго ее придерживаюсь то есть у меня разнообразная абсолютно пища ограниченная примерно только по калориям определенная норма по белку по жирам по углеводам примерный диапазон опять же указан и соответственно из-за того что я придерживаюсь этого долга мой желудок уже ужался и мое пищевое поведение изменилось вот это основной решающий фактор того чтобы поддерживать там форму на постоянной основе он заключается в том что сначала вы выходите на относительно низкий процент жира то есть постепенно может быть шагами если у вас долгий путь если у вас лишних 20-30 килограмм жира и делаете скажем так процент жира в районе 10 и от этого уже можете отталкиваться или там 12 процентов жира от какой-то точки и потом вы ее поддерживаете и точно также шагами плавно продвигаетесь вам нужно на этом проценте жира пробыть как можно дольше за счет опять же питания и комфортного режима который вы сможете сами поддерживать потому что ваш мозг в конечном итоге перестроиться на данный режим потребления пищи но когда вы делаете сушку на три месяца и надеетесь что вы за один заход вот так сгоните сейчас 30 килограмм жира потом в общем то это каким-то образом сбалансируете хотя вы резко скакали грубо говоря с каждой неделе вы скидывали у себя по 50 грамм углеводов из рациона и вы думаете что вы резко так сокращая калорийность как-то изменили свое пищевое поведение нет вы накопили только скажем так психотравм который вы будете потом восполнять то есть как и у большинства бодибилдеров очень долго там три месяца не ели не сладкого не соленого не жареного не мучного не мороженого и так далее и начинаете это все отъедать себя за там 5-10 дней после соревнования естественно форма она сразу же ухудшается сразу же дизмораль демотивация и человек бросает это делать чтобы это не бросать диета должна быть относительно расслаблена но находиться на каком-то уровне по форме то есть если у меня элементарно появляется там лишний жир на теле я просто добавляю кардио я при этом не урезаю сильно калорийность то есть кардио может быть тренировки это просто энергозатраты я добавляю энергозатраты потому что если я потребил мороженое например у меня чисто теоретически должны появиться силы у жирного человека от мороженого может появиться только жир у меня даже должен появиться гликоген если она низком проценте жира если у меня появился гликоген я могу его израсходовать в энергию все очень просто поэтому париться там за то что вы съедите какие-то вредные продукты при том что вы держите относительно хорошую форму не нужно просто нужно сначала прийти к этой хорошей форме чем вот это вот чисто мое наблюдение все что мне нужно на самом деле то что я заметил это действительно кардио по крайней мере в день отдыха тоже его делать и тогда у меня не будут щеки надуваться не будет под глазами вода скапливаться и пресс дополнительно качать обязательно потому что без него опять же его тонус слабеет кровь циркулирует в середине целых гораздо хуже там начинает откладываться жир тот от которого я не могу избавиться и он там висит мне удалось конечном итоге сдвинуть эту планку естественно за счет того что я регулярно начал тренировать пресс просто очень часто стал его делать статодинамики провел подобный эксперимент результат в общем-то был но кто-то скажет вода лишняя ушла я тоже могу сказать что да там большая часть воды естественно но вопрос в том что если его тренировать он визуально реально создает мне глубину и дает возможность видеть в общем то то что ты находишься форме на данный момент а когда в нем даже нет тонуса то даже при низком проценте жира ты этих кубиков видеть ним будешь ну и соответственно это дает возможность ощущать что у тебя низкий довольно процент жира и тренировки full body вот это мой поддерживающий режим потому что в таком случае они все прорабатываются относительно часто я вижу что они все равномерно надуваются сдуваются ну естественно во время тренировки после тренировки но и картинка в целом она сохраняется то который меня устраивает и соответственно человеку который видит выхлоп от своих действий ему проще всего поддерживать будет форму поэтому лучше всего сначала прийти к той форме который вас устроит постепенно опять же шагами сохранением и потом попытаться как можно дольше на ней продержаться но без жестких ограничений по диете пытаться расслаблять если видите что что-то пошло не так там прилипло два килограмма жира скорее всего на поле в первую очередь это вода то попытайтесь это все согнать добавляя дополнительно кардио и проблем нет регулируйте вот таким образом и держитесь на этой планке которая вас устраивает и вы сможете находиться в такой форме на постоянной основе кстати про минусы вот такой вот сухой довольно формы на постоянной основе я вам тоже расскажу минусы действительно есть и они серьезные в следующем видео мы обо всем этом поговорим то есть какие с какими я столкнулся по крайней мере с какими мне не было свойственно сталкиваться когда у меня был высокий процент жира ладно в принципе на этом все с вами был ети до новых встреч